Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся. Мы сегодня в полном составе приехали в интересную локацию, которая вам точно будет актуальна, когда вы приедете сюда отдыхать в Адлер. Сюда приезжают многие местные базы отдыхающие. Это Адлерский рынок. Сегодня вам покажем, по ценам расскажем. Погода сегодня пасмурная, поэтому купаться мы не будем. Просто такой инфо-выпуск. Ну, конечно, мы сходим еще до пляжа Мандарина и посмотрим, какие там дела. Многие из вас смотрят выпуски и живут где-то на севере, в отдаленных частях, где очень дорогие овощи и фрукты. Поэтому, ребята, в комментариях я буду вам показывать цены, а вы в комментариях пишите, дорого это или недорого. Вот теперь начинаем выпуск. Погнали! Вот, ребята, мы уже подходим к рынку. Он находится вон там, вот внутри, за зданиями. И многие, наверное, видели в интернете кадры, когда рынок горел. Вот это здание, которое обмотано строительной сеткой, оно горело. Тут очень много квадратов сгорело. Бизнес так серьезно пострадал. Ну, загуглите. Нас как раз в этот момент не было, поэтому на нашем канале я не показывал, как здесь что происходило. Чтобы пасть на ту сторону, нужно перейти по подземному переходу и отправимся с вами сразу заходить на рынок. Посмотрите, здесь уже начинаются ряды. Это возле перехода. Но здесь вот, например, клубника. 200 рублей за килограмм. Посмотрим, что нас ждет на рынке. После перехода, ребята, вот здесь вот вы выходите, и вас встречает вот такая вот статуя, статка Суадлера. Здесь многие туристы фотографируются. Ну, соответственно, вы, конечно, тоже можете где-то сделать. И очень много торговых рядов, всякие детские миры, кари, торговые центры. Если пойти туда прямо, то попадете к морю. Начинаем вход. Здесь вот сразу есть палатки с ценами. Вот, например, помидоры по 250, клубника по 250. Нам еще сегодня интересно, поскольку черешня. Вот тут мужик предлагает вино пробовать сразу. Смотрите, есть свежевыжатые различные соки. Вот он, торговый центр, который я показывал вам чуть с другой стороны. Понятно, вещевые палатки в огромном количестве. И вот он сам центральный вход в рынок. Сейчас будем с вами смотреть по ценам, а вы будете прицениваться. Ну и, конечно, самое главное, ребята, в комментариях обязательно пишите, как вам такие цены. На входе сразу хлебушек. Ну, где-то все понятно, мне кажется, здесь везде цены одинаковые. Давай здесь. Ну, давай, ладно. Клубника 250, но смотрится она, конечно, очень красивая вообще. О, большая! Пахнет-то как... Мушмула. Вообще, посмотрите, какая красотища. Приправы. Вот, кому интересны приправы, можете тоже посмотреть. По ценам запахи, конечно, кайф. Чачкела. О, какая огромная. Но ценников нету. Видите? Какой только нету. Огромный выбор. Сладости эти. Артём, дайте руку, пожалуйста. Чай зеленый или что? Это жемчужина Афона, абхазский чай. В общем, специи Кавказа здесь огромнейший выбор. Чучкела по 30, да? Ну, я пока не вижу цен на Чучкела. Ну, вот, например, Чучкела по 100 рублей, есть пастила по... А вот Чучкела есть по 70 даже рублей. Во, какие красивые, видите? Вот, тёщи, тёти, снохи, папи. Красота. Да, есть абхазская джика. Да, во, вообще по 25 чай. По 100 рублей, да? По 100 рублей, да? Целая банка. Какая ароматная. Прекрасная. Какой, с бергамотиком. Бегемотиком. Вот, бегемотик и бегемотик. Да. Вау, варенье, фихуа. А это варенье, да, фихуа? Да, фихуа варенье. Очень ароматный спектр по 25 рублей. Настеньки всё предлагают попробовать. Ну да, ну пойдёмте проделаться. Да, пойдёмте. Детворе, конечно, тоже. Вот. На рынке все доброжелательные, всё предлагают и показывают. Вот, кастилу раскладывают. Слушайте, ну тут вот, 25 рублей вообще Чучкела стоит. О, ходить по рынкам очень сложно, потому что везде запахи. Помидоры местные, домашние по 350 рублей. Посмотрите, как красиво выглядят. Огонь, сливы, клубничка. Чё, Тёма? Черешня, вода. Я езжу только сильно. Черешня это или вишня? Черешня по сколько? 400 рублей. Это много? Ну, это дешевле, Чучка. Я говорю, нельзя. Пойдёмте пока. Яблочки 110, клубника 250, персики 200. Посмотрите, какая красота. Кайф. Так, виноград по 300. Но мы попозже возьмём помидоры 200. Так, тут у нас специи и чай. Вот, смотри, Чучкела по 25 рублей. Чаё. Красота. Так, мы сейчас с вами пройдём ещё мёд. Мёд, какого только нету. Вот, смотрите, по ценам. Липа, соты, орешки. Всё имеется. Мёда, конечно, огромный выбор. Это же Кавказ. Ну, а сейчас мы пойдём по рыбке теперь. Теперь давайте пройдёмся по рыбке. Здесь всякая копчёная рыбка. Если по ценам. Вот, смотрите. Ой, запахи вообще. Ой-ой-ой. Какая прелесть. Местная барабуля. 600, 800. Какая красота. Ставридка. Если у вас есть удочка, можете поймать. Слушайте, очень жаль, что не передаётся запах вам через экран. Я надеюсь, когда-то это будет возможно. И блог будет гораздо интереснее смотреть, когда ещё и будут переносы запаха. Смотрите, как аккуратно всё выложено. Красота. Шикарно. Да. Шикарно. Вот она рыбка. О, ставридка. Вообще 100 рублей штука. То есть шпажка. А вот мы дошли до целиковой рыбины. Смотрите, вот так это выглядит. Ой, кайф. Сель 280. Мидии шпажка 150 рублей. Сёмга. Здравствуйте. Вы натоши чистили, да? Так, а тут ещё есть прилавочек с такими готовыми салатами. Тоже можно ознакомиться, посмотреть. Мужчина, остановитесь, я вас покажу. Спасибо, не голодный. Единственное, что нету ценников. Это, конечно, не совсем, мне кажется, правильно. Гораздо приятнее, когда ты идёшь и смотришь цены сразу и прицениваются. Почему-то, мне кажется, что когда ты идёшь и не видишь цены, и когда тебя будут накладывать, они могут назвать абсолютно любую цену, и ты не сможешь это проверить. Мне как-то сразу это отталкивает о таких прилавках, как вам. Напишите в комментариях. Вот, на мой взгляд, здесь вообще самая дешёвая. Чичкала, смотрите, 50, 25. Вообще. Вот, смотрите. Ещё 25. Выглядит, конечно, всё очень свеженько. Во, есть арбузы, черешня. А почём арбузы? Арбузы 150. 150, не-не, спасибо. 150 арбузы. Ну, ещё не сезон, надо подождать до августа, и тогда будет, конечно, уже толк их кушать. Не, спасибо. Великолепный. Мне, да, гранат, здесь есть гранатовый сок. Да, очень красивый. Слушайте, ходить по рынкам, да. Родион, дай мне руку, пожалуйста. Хурма, кто не знает, это хурма сушёная. Гранат, прям здесь можно сделать сок. Вообще по 150. Улучшая цена. По 150 плубника, на, смотри. Авокадо 150. Вот, а почём черешня вот эта? 600 рублей. Вообще нормально. 600 рублей. Ну да, там вообще всмятку была она. Один ящик, посмотрите. Один по один. Ага. Чё, потом поднимемся? Ну, мы сейчас подойдём. Спасибо. 250, огурчики, орешки. Мне нравится, что здесь на рынке все очень доброжелательно. Зовут, пробуют. Не-не, спасибо большое. Арбузы по 150? Да. Да, вот, кстати, смешная мышмула 350 рублей, ребята. Смотрите, вот, всё можно пробовать. Вот так вот взяли долечку, попробовали, оценили. Не будем, Артём, пробовать. Мы не будем. Всё можно попробовать. Это гранатовый сок. Здесь при вас его отожмут. И попробуйте. Артём, стой. Артём, какой ты сейчас лайфхак сказал? Можно попробовать наесть. Зачем покупать? А можно просто пробовать наесть. Всё без детей. Зачем покупать? В Испании по выходным ходят на рынок, кто пробует. И типа как завтрак, да? Ага. В общем, ребята, большущий рынок. Даже вот некоторые прилавки ещё не открыли. Здесь даже есть какие-то цветочки. Сейчас давайте сами пройдём, посмотрим мясо. Посмотрите. 250-300 клубника. Смотрите, здесь даже есть вода. Можно помыть и походу напитьеваем. Так, что ещё нас интересует? Ну, персики вот по 85 там. Так, а что здесь? По 180 груши. Клубника 200. Помидорчики черри по 180. Давай мне руку войдём, давай. Так, пойдёмте, посмотрим мясо. Так, колбасы. Давайте я вот так покажу копчёности, чтоб вы знали. Вот, большой-большой выбор. Тут сладости. Ну, понятно, кому интересно сладости, тоже приходите. Пойдём, пойдём, Родион. Огромнейший выбор сыров. Так, и тут опять салаты. А где нам найти, например, мясо? Вот вроде нашли мясную лавку. Мы особо по мясу не прикалываемся. Очень-очень редко. Но в целом я готов вам показать, что тут. И так, что, пойдёмте, да, посмотрим нас? Так, окорочка, бедро. Вот, можете смотреть, да, свеженько, всё так красиво. Аккуратненько, да. Так, что касается такого мяса шейка, 400, свиные ножки. Да, всё так аккуратно. И где-то 150 домашние за десяток. Вот цены. Ребятки, для тех, кто выберет направление Сочи и поедет в этом году отдыхать, проводить свой отпуск в Сочи, мы вместе с Настенькой подготовили свой авторский гайд. Там собраны рекомендации, лайфхаки, локации, маршруты, какие-то различные стоимости, рекомендации по жилью. В общем, куча-куча всего. Это более 100 страниц. Целых две части гайда. Приобретайте, цена всего лишь 490. Напишите в Инстаграм либо мне, либо Настеньке и изучайте, путешествуйте по Большому Сочи с удовольствием. Я тебе 150, да? Здесь можно найти, вот, смотрите, какие пучки свежайшие. Можно найти тархун. Вот, в принципе, я думаю, что ни в одной палатке, где-то вы будете отдыхать, то вы не найдёте. Да, картоха какая красивая. Почём она? По 150. Да, по 150 картошка маленькая. Помидоры 250, 230. Вот, за 180 они 100% классные будут. А вот вообще молоденькая, Настя. Вот вообще молоденькая. Да, редиска, шпинат, щавель. Смотрите, какая красотища, ребята. Вот это красота. Картоха по 70 рублей, большая. Нормальная цена. В среднем сейчас картошка стоит 55, 65, 70. Вот, по 70, по 100 вообще. Не, ну это что-то дорого такое для картошки. В общем, мы сюда вернулись. Мы здесь возьмём черешню. Она здесь действительно какая-то крупная. Смотрите, я вот так подниму прям. А сколько в контейнере килограмм будет, да? Не будет, давай. Нам надо, чтобы спелый вон маленький был. Ну давайте нам вот черешню точно берём? Давай. Настя, выбирай какой. Бери какой хочешь. Можно сказать, что больше? Да, ты больше. Двумя руками. Вот такую черешенку мы возьмём. Сейчас посмотрим, сколько у нас выйдет. А тут можно зарплатить? Мы ещё приедем, мы всё не унесём. Вот, Настя, 700 почти рублей. 700 рублей. Нам больше 50 рублей. А если тоже сейчас, мы не посыпаем. Да, здесь вот предлагаются попробовать. Мы попробовали клубничку вот здесь. Очень вкусная клубника местная. Давай, вот так. Ты руками, я тебе дам. Дали манго. И вам сделал уже. Всё пробует, видите? Доброжелательная. В общем, ребята, мы взяли почти килограмм черешни. А, больше килограмма. Да, вышло у нас на 700 рублей. Я очень надеюсь, что она вкусная. Ну, по крайней мере, мы здесь попробовали клубни, попробовали мангу. Ну, вкусная. Нас угостили. Палатка адекватная. Здесь хорошие женщины. Я думаю, что вы запомнили. Вот тут они. Можете прийти к ним и тоже у них купить. Сейчас чуть позже скажу по черешне. Сейчас отправимся на пляж Мандарин. И там, по-моему, у нас есть с собой водичка. И скажем, как черешня в этом году. Есть здесь, смотрите, что такое кубанский дворик, где вы можете приехать купить вино. Вот по ценам. Смотрите, Забелла 200. В общем, на паузу поставьте. Посмотрите. Вот. Даже есть водка в ассортименте. Все, ставьте на паузу и ознакомливайтесь. Пойдемте. Находится возле входа в растение и выхода от фруктов и овощей. Еще есть рыбные, ребята, павильоны. Барабуля. Блин, запахи в рыбных магазинах вообще великолепные. Так и хочется купить сразу все. Креветки 900. Вобла 600. А также здесь можно купить еще свежие рыбы. Вот у них стоят бассейны. Вот так вот можно с очком вот выбрать форельку. И при вас ее здесь разделают. Роденочек не может смотреть на это дело. Вот мы здесь нашли вешцем. Поставили нашу черешню. И вот вес. Кило. Кило двести, да, почти? Вот в этой палатке точно не обманывают. Нас, по крайней мере, не обманули. Ну я думаю, там нормальные тетки работают. Также здесь есть всякие орешки. Так, по орешкам давайте тоже покажу. Пекан может быть кому-то нужно. Грецкий 300. Курма. Вот я аж по что говорил. Вот так вот при вас помогут сделать гранатовый сок. Для любителей. По 350 рублей килограмм. А можно купить вот так вот орешки. Видите, в таких мешочках. В общем, Настенька решила попробовать еще. По два ты хочешь? Нет. По одной? По одной, да, по одной. Да, одну такую, одну такую. Да, да. Две хватит, другая? Да, да, хватит. В общем... Очень слишком быстро продают. Я не успеваю не сориентироваться. А, ладно. Не трогай, Радюша. Вообще, в Чешкеле самое главное это купить не с красительной. Как сказали, что по 25 там в начале это красители. Не факт, что это так. Кто точно в курсе, пишите. Пишите. Взяли две на пробы, сейчас тоже попробуем. Не, она не плавает. Я не особо. И скажем. Ну что, ребята, вот такой вот адлерский рынок. Пишите в комментариях, как вам. Пишите в комментариях, как вам цены. И пишите, конечно, в комментариях, придете ли вы здесь что-либо покупать. Как любой рынок, да, будьте внимательны, держите ухо востро, да. Ну да, да, да. И не давайте ничего отрезать, не берите ничего в руки, потому что вам это сразу продадут. Они не дают подумать, они не дают вам сориентироваться по ценам. Они все быстро-быстро-быстро продают. Ну просто так нам продали Чучкелу. Да, просто отрезали мы еще, я еще не решила, с каким орехом, а мне уже все поотрезли. Сказали, а я вам уже отрезала, ну конечно. Так, следите. Сейчас мы идем на пляж Мандарин, там сядем, помоем черешинку, попробуем Чучкелу и все расскажем. Вкусно это все дело или невкусно. Ребята, мы приехали к пляжу Мандарин. Мандарин находится, получается, чуть дальше. Это пляж Чайка. Но мы сначала хотим зайти в столовую для себя, открыть новое место и заодно вам показать по ценам. Да. Дизайн, конечно, ничего такого, панорамное остекление. Сейчас пройдемся по раздаче, покажу вам здесь ценники и заодно посмотрим, сколько у нас вышло. Мы что-то загулялись, но я помню про черешню, она вот у меня с собой. Поэтому обязательно попробуем эту черешню. Поэтому не переключайтесь, досматривайте выпуск обязательно, ребята, до конца. Это вот меню. Столовая фестивальная. Вот они цены. Пишите в комментариях, как вам. Ну и, конечно, мы сейчас и на себе испробуем качество этой столовой. А теперь буду показывать, как все выглядит. Вот компотен всего по 30 рублей. Давай. Нет, два пекла. Бери, почему не хочешь пекла? Нет. Берем два. Поплеты нету. Давай один пекла, один такой попробуем. Салатики. Слушайте, ну, судя по цене, ценник вообще, конечно, вообще нормальный еда. Вообще хорошая. Ну, порции не знаю, как по порциям. Вам, наверное, виднее. Так, тут все закрыто. Пойдем? Вот чай пушки, но я бы тоже не покажу. Семга. Ну, в целом, аппетитно. Немного наварено. Все свежее, в принципе. Пюре есть, Настя, вот пюре. У нас дети любят в основном пюре. И куриная котлета. Сырнички. 50 рублей. Блинчики. Так, вот первое блюдо. Слушайте, ну, вообще, ну, дешево. По мне так. Сосиска в тесте. 60. Ну, здесь вот прям сразу за 50 они есть. Ватрушка в твороге. Ну, ватрушка, хлеб. Это все, что к чаю. Да, одну ватрушку. Единственный, ну, не знаю, насчет минус, не минус это, но в этой столовой нет туалета. Он здесь вот прям за углом, за столовой получается. И когда туда входите, вообще стоит 20 рублей, туда вошли просто говорить, что вы кушаете здесь в столовой и вас просто бесплатно пропускают. Итак, ребята, смотрите, столовая с видом на море. Я специально у них уточнил, ценные будут ли актуальны в июне-июле. Сказали, что цены меняться не будут. Поэтому вот я вам показал тогда все меню. А сейчас покажу, что вышло у нас. Вот все, что мы купили на 487 рублей. Пюре, котлета, два компота, два супа гороховых харчо. У Родина то же самое. Хлеб. И что ты считаешь, дешево? Ну, если на двоих, это полноценный обед, 250-300. Вообще, да, цены нормальные. Нам приятного аппетита, будем кушать, а потом мы пойдем все-таки, наконец, попробуем эту черешню и посмотрим обстановку на пляже Мандарин, он же, как он, чемчужина Сочи. Сейчас все вам покажу. Настенка не дотерпела до пляжа, и десерт сушит. Я же с чаем. Ну да, тоже верно. Как тебе? Ну, вкусно. Вкусно. Несколько покупали, я не особо. Нежная такая. И орех свежий, не горчит ничего. Рекомендуешь? Не знаю. Так, эфирное время, дамочка, идет, и побыстрее. Нет, попробовать, конечно, нужно. В общем, Настенька рекомендует покупать чучкелу, явно стоит попробовать. Главное, говорю, выбирайте, чтобы она была не пыльная. Постарайтесь максимально подобрать, это чтобы там был натуральный сок, а не вода с красителем. И что орехи внутри, конечно, тоже были хорошие. Но не попробуешь, не узнаешь. Пробуйте и узнавайте. В общем, знаете, ребята, кто-то говорит, что погода плохая. У природы нет плохой погоды, и это нам позволит очень классно сегодня поснимать пляж. Смотрите, здесь я из земли, я люблю пляж с чайком, но здесь же идет граница пляжа, ну, как я это понимаю. И вот так вот здесь обычно все стоит, раскладывают лежаки прям до самой воды. Вот здесь вот можете заметить, что женщина убирает, протирает лежак, обрабатывает и, видимо, дезинфицирует. Дальше будем двигаться уже. Хотя нет, слушайте, это и есть пляж. Чайка тоже продолжение, потому что я вижу вон там вот, стоят такие синие флаги, и на них как раз написано Чайка. Значит, Чайка это все еще идет, а дальше вот как раз уже, как-то он Виноград Бич называется, Мандарин, Жемчужина Сочи. Называют все по-разному. Вообще самый кайф это пляжи, ребята, то, что здесь песок. Посмотрите, мелкий-мелкий. И как классно заходит морюшко сюда волнами. Видите? Красотища. И еще, видите, море сегодня очень сильно грязное, но сами понимаете, потому что погода плохая, идут дожди, там находятся река Мзымта, и, соответственно, из нее за горь спускается вся грязь. Поэтому, кто сегодня приехал, купаться у вас не получится. Естественно, есть такие же таблички. Вот красная стоит, купание запрещено, шторм. Волны сегодня действительно такие, то есть обычно волны заканчиваются вот где примерно пена сейчас начинается, да, а сейчас волна заходит аж вот до вот этих вот зонтов. То есть достаточно затяжная волна получается. парни, 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 парни. Здрасте. А мы сейчас идем, мы через, по-моему, там закон. Вот вам. Мы через, едим. Мы вас уже, мы вас уже очень похвалили, чтобы вы убирали. Деньги берешь, тогда хотя бы надо. Настя, давай. Спасибо, сейчас пойдем. Настя. Нам подошли, сказали, что шезлонги по 300 рублей. 300 рублей! Вот, даже в такую непогоду все равно сдают. Ладно. Дети, как вам черешня? Вкусная? Я обожаю. Да? Ну вот дома побольше съедим, да, а сейчас мы уже наедем. В общем, если дети сказали, классная черешня, значит, классная черешня. Я не хочу все подряд, я иду, теперь моя очередь. Куда вкусно, да? Да. Ну, я вот даже тебе самую красивую выбрала, дай-ка. Ребята, она реально вкусная. Дети не обманули. Давайте, по-моему. Вкусная, да? Хорошая. Вообще, здесь цена была на черешню 2 рубля, да? Изначально, когда она появилась, 1,5-2 тысячи была. Только появилась 1,5-2 тысячи, сейчас уже вот за 600 рублей килограмм. И она реально вкусная. Поэтому... А летом она, когда сезон, она по 500, по 400. Так-то, по идее. Нам сюда, нам туда. Пойдемте домой. Нам туда. В общем, черешня вкусная, короче. Сейчас вам покажу пляж, какая там обстановка. Чайку немножко вам показала. Что, пойдемте с вами прогуляемся по набережной. Вот видите, тут пляж Чайка. Это продолжение Чайки лежаки. Лежаки. достаточно пусто. Пойдемте тут спустимся. Артем! Пойдем, парни. Здесь такие лежачки самодельные, деревянные, прикольные. На них еще стелятся матрасы. Ну, понятно, что в солнечную погоду широкий пляж. Много песка. Есть даже немножко гальки. Набережная. Клево. Тут, короче, огромный выбор всяких магазинов, ресторанов, фастфудов, дорогих ресторанов, дешевых ресторанов, баров, клубов, которые работают до утра. Где-то там есть бассейн. Вот это вот бунгало, такие соломенные. Это называется виноград. Виноград людей немного сегодня, ну, потому что ветрено. Ну, и плюс, конечно, морюшко грязное. Здесь традиционно, значит, есть массаж. А еще я очень хочу показать. Я просто таких не видел. Интересно сделана переодевалка в таком стиле лофт, если это можно его назвать. Душевая. А еще здесь есть, смотрите, автоматическая камера хранения, зарядка телефонов и планшетов. Как это работает, не знаю, потому что закрыто. Кто уже пользовался, напишите. И еще здесь есть, смотрите, вот так вот, крантик с питьевой водой. Мы здесь не пили, не знаю, как по качеству будет, кто точно знает. Напишите. мы пили так воду на пляже Роза Хутор в Амеретинке, там нормальная вода. Смотрите, переодевалочки такие, душевые, крантики с водой, табличка, туалет. Вот, и красивые бунгалы с соломенной крышей. Классно. Мне прям нравится как-то смотрится. И сам вот ресторан Виноград. У них здесь получается такая летняя площадка. Тусовки здесь проходят. И главный получается вход в весь этот комплекс мандарин. Я бы, конечно, показал бы его сверху, но полеты здесь запрещены. Здесь даже не взлетает мой дрон. Здесь еще вдоль набережной идешь, есть вот такие вот парапетики, на которых все люди сидят, кушают еду. Здесь такая chill-out, можно сказать, зона. Виноград, видите, пока закрыт. Видимо, то, что погода плохая. Да, здесь, конечно, огромный ассортимент выбора кафешек на любой вкус, любые кухни. Также тут есть волейбольная площадка. В хорошую погоду, конечно, здесь собираются огромное количество ребят, которые хотят поиграть. И здесь есть полоса, специальная велодорожка для самокатного шеринга, чтобы кататься именно здесь. не тут, где ходят люди, а именно здесь. Вот так это выглядит все. Такая территория. Набережная пошла сейчас с реки Мазымта. За рекой это уже новый Адлер. Ну, как старенький, еще кто живет давно в Адлере, они говорят, что это до сих пор Адлер. Вообще сейчас это называется ПГТ Сириус. Ну, а для нас это все Адлер. Для меня лично тоже. Вот, вы знаете, ребята, мне некоторые пишут, что типа вот, ты ругаешь, короче, Адлер, туда-сюда. Слушайте, но на те моменты, на которые стоит обратить внимание и сказать, что тут плохо, я всегда обращаю внимание и считаю, что это делаю правильно. Вот, что касается вот этой части Адлера, вот сейчас, когда начался уже сезон, здесь все пооткрывалось и уже можно сравнивать даже относительно Эмеритинки. И я скажу так, что здесь гораздо дешевле. Вот кукуруза, например, прямо на пляже 80 рублей, в Эмеритинке это 100-150. Да, если за сотку нашли вообще, вам повезло. Там столовка гораздо дешевле даже с той же вермишелью нашей любимой сравнивать. И вкусно. Надеюсь, не встретимся мы с унитазом. Что еще? Ну, лежаки, сказал я вам, 300 здесь. Ну, по-моему, сейчас цена это везде такая. Но в целом всего то ли 20 рублей, например, да, уже дешевле на 10 рублей. А сколько раз вы сбегаете туда? Суммарно-суммарно получается нормальная сумма. Вот, поэтому сейчас в сезон плюсы вот этой части Адлера, они, конечно, даже можешь сказать, что перевешивают относительные Эмеритинки. То есть, и плюс еще песок, да, не вот эта ужасная галька, как там, а здесь песочек. Ну, классно. Единственное, что, говорю, здесь им изым-то сразу вытекает и вода сейчас вот грязноватая. Но, возможно, когда будет стоять долгая погода, снег в горах растает, все будет хорошо. Поддерживайте выпуск лайком, пишите свои комментарии, как вам рынок, как вам столовая, как вам пляжи, как вам вода. Делитесь своим мнениями, своим впечатлением и рад буду, если вы сделаете репост данного видеоролика и подпишитесь на канал. Я с вами прощаюсь, увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok